Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Глобалем И тогда он потерпел первое поражение судейским решением Были это бы как раз проходило у него в Соединенных Штатах Америки Большое количество есть выездных боев у этого бойца 173 сантиметра составляет его рост 31 год этому бойцу В синем углу боец из города Сукадана, Индонезия Ему 30 лет Рост 170 сантиметров Вес 60 килограммов 600 граммов Профессиональный рекорд 40 боев 37 побед 25 нокаутом 3 поражения Шестой номер рейтинга WBA Экс-чемпион WBA Азия Экс-чемпион WBA Интернешнл ДЗАУДью Так И его соперник в красном углу Боец из города Люберцы, Россия Ему 32 года Рост 168 сантиметров, вес 70 килограммов, 750 граммов. Профессиональный рекорд. 13 боев. 13 побед 5 одержаны нокаутом. Шестой номер рейтинга WBO. Седьмой номер рейтинга IBF. Тринадцатый номер рейтинга WBA. Чемпион WBA Азия. Чемпион WBO Интерконтиненталь. Не знающий поражений. Бобиааааааааааааааааааааааа. Тринадцатый номер рейтинга Ильичев. Как вы, подължите все свои права. Старайтесь все время. Добавляйте. Пойдем. Бойз W.O. Intercontinental, который принадлежит Павлу. Легко бойцов различать. В белых перчатках Павел Маликов, в зеленых его соперник из Индонезии Давуд Йордан. Очень серьезный боксер, кстати. В свое время доставивший проблемы самому Роберту Герреро, когда Роберт еще выступал в полулегком весе. Начинает с быстрого джеба Маликов, тут же переводит в голову, в боковой. Проходил подготовку к поединку в том числе в Таиланде, кстати говоря, Павел Маликов. Поэтому функционал должна быть очень хорошей у него. Такая размашистая двойка, но успела тянуться Йордан. Да, слышит Павел Маликов, своего тренера Николая Попова. И попадает. Хорошая двойка от Павла Маликова. Никуда не торопится Йордан, смотрит, что может предложить ему соперник. Павел всегда вот так начинает поединки достаточно темпово. Любит и умеет работать от джеба. И практически в каждый удар вкладывается. Хороший джеб. Исполнение Маликова и перевод на корпус. И опять Николай Попов советует нагружать корпус Дауда Йордана. Йордан нокаутер, у него вообще-то 25 побед нокаутом из 37. Удар есть. Ударить он может. Хорошая серия. Позащитенная, тем не менее. Ну и здесь бы перевести как раз. Был бы самый хороший вариант для Маликова. Пошел вперед Йордан. Правда, без ударов. Решил поподжимать. Чуть ли не первый удар от Йордана за первый раунд. Вот взрывается серия, но здесь на месте защиты у Павла. Опасная двойка от Йордана. Да, он умеет, он умеет. Он знает, как это делается. Ну и вот мы видим, что начал уже в конце раунда вот так Йордан тоже взрываться. Вот как сейчас хорошо навстречу попал справа. Заканчивается первый раунд. Подключает Йордан Джеб. Ждем вторую трех минутку. Он на одиночку ждет. «Як» 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 «Все, ну и что?» У нас второй раунд из 12 запланированных. Павел Маликов против Дауда Йордана. Хорошее попадание через руку было от Павла Маликова. Тут же пытается реваншироваться Дауд Йордан. Напомним, что победитель поединка взлетает на вторую строчку по версии Дауда Биэй и получает право боксировать за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Важный бой для Йордана и для Маликова. У Маликова поражения нет, у Йордана их целых три. Но надо отметить свое предыдущее, последнее, скажем так, в карьере по Камис на данный момент. Поражение он потерпел аж в далеком 2013 году. Да, с тех пор не проигрывал. Да, и сейчас идет на такой беспроигрочной серии. Ну и в России первый раз Дауд Йордан. Хотя его нельзя назвать только домашним бойцом. Он часто выезжал и в США, и в другие страны. Да, еще раз вспомню, что бился с Робертом Геррера, и тогда бой был объявлен несостоявшимся из-за рассечения у Геррера после первого, по-моему, второго раунда. Хорошо сейчас оттянулся после левого прямого и добавил правый через руку Маликов. Но не был потрясен этим ударом Йордан. Йордан работает. Он уже включился, он работает. И лишний раз, может быть, Павлу застаиваться перед Йорданом не стоит. Да, и очень-очень опасно Дауд бьет этот левый круг в туловище. Но всегда пока на месте рука у Павла Маликова. Хорошее попадание. Да, есть. Да, и потрясен Йордан. И есть еще время. Да, вопрос еще время у Маликова. Мы видим, что решил, пока Паша не рисковать. Чтобы не вымахиваться, видимо. Почему ты опять даешь готовить? Постоянный джеб. Ну вот, постоянный джеб. То, что нужно Павлу Маликову сбивать. Начало атак соперника этим джебом. Не давать сопернику думать. Не давать готовить свои действия и работать первым номером. И напережение. Вот сейчас хорошо попал на опережение Маликов. Ну вот, смотрите. Только был момент. И тут же двойка от индонезийцев вылетела. Павел Маликова. Хорошо. Голова, корпус. От Маликова. Не стоять, говорю. Работает корпусом. Повытащится защищаться корпусом. Павел Маликов. Хорошо по корпусу справа. Сейчас было от Маликова. Раунд. Нас ждет третья трехминутка очень скоро. очно, это 무서ло. Наверное. Что именно, это неถ prodstops... ...мно дух... РАУДАЪНАМВИЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТОРОСТРЫЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Но раунд. Субтитры сделал DimaTorzok Четвертый раунд. Четвертый раунд начинается с ожесточенной рубки между Маликовым и Йорданом. Ну что ж, достаточно все плотно. На выходе сейчас пропустил Йордан снова левый крюк, который уже не раз попадает в Маликов. Но продолжает идти вперед. А вот сейчас там левый крюк прошел уже у Йордана. Хороший апперкот в корпус слева у Павла Маликова. И еще один. Павел, еще раз я говорил, он может порубиться. Для него это абсолютно естественно. Но Йордан достаточно много ударов выбрасывает. И так подталкивает еще локтем Павла, подталкивает сюда к канатам. Вы видите, то есть такая у нас практически Мексика в ринге. Да, и такой размен, причем в центре ринга. Оба бойца уперлись, никто не отдает пространство. Почему ты берешься победе? Вот призывает Николай Попов своего подопечного как-то похитрее действовать и не принимать ненужные удары на себя. Вот так нельзя, наверное, много принимать на себя Павлу Маликову. Тоннаж имеет свойство накапливаться. А Йордан, несмотря на пропущенные удары, делает свое дело. Причем казалось, что он очень легко вроде начал и тут же развил свою атаку на Ут Йордан. Отличный апперкот от Павла Маликова. Ну вот, может быть, стоит попытаться разорвать дистанцию Павлу. Но вот не хочет он пока. Устраивает его вот это. Ну и тут же в атлете пытается насыпать очень много ударов на Ут Йордан. Извинись за такой жаргон невозможно выражения, но... Нормальное выражение и абсолютно точно отражающее ситуацию в ринге. Йордан хочет переработать соперника. Да, и к таким количествам пока пытается взять. То есть вот такой нехитрый бокс, который... Нехитрый, но зрелищный. Они показывают для Йордана это тоже родная стихия. Зрелищный и очень энергозатратный. Энергозатратный, да. Бойцы постоянно находятся близко, постоянно обмениваются ударами. Постоянно нужно сфокусированным быть и внимательным. Хороший апперкот слева от Маликова и по корпусу справа добавляет. Но потом остается, Павел, после атаки... Хорошее попадание. И дает возможность Йордану тоже попасть. Вот как сейчас. Смотрите, два правых боковых прошли у Йордана. Вот, пошла руда у нас в конце раунда. Ну и как-то вот так приклеились боксеры друг к другу и никто сокращать дистанцию, точнее разрывать дистанцию не хочет. Устраивали индонезийские болельщики. Только что были продемонстрированы. Итак, смотрим наиболее яркие фрагменты раунда завершившегося. Субтитры делал DimaTorzok Пятый раунд Павел Маликов, Дауд Йордан. Пока все очень плотно, очень насыщенно. Рубка на средней ближней дистанции. Вашему вниманию. Перчатки белого цвета Павел Маликов, перчатки зеленого Дауд Йордан на кону. Шанс. Решая комбинация передней рукой от Павла Маликова с дистанцией. Вот он опять стал включать свой быстрый джек. Разорвал дистанцию. Йордан работает первым номером. Его задача упереться и рубиться. И попытаться соперника перерубить количеством ударов и их-то ножом. Субтитры делал DimaTorzok Хороший левый боковой, но смотрите, тут же, тут же, да, в ответе выбрасывает Йордан несколько ударов. В этом раунде Паша стал защищать, Павелс начал защищаться больше корпусом. И, в принципе, не дает себя просто так попасть Йордану. Вот здесь на ближней дистанции проходит апперкот у индонезийца. Вот хэд-мувмент, движение корпуса, точнее, хэд-мувмент это движение головой. То есть, когда голова не в статике, то труднее попасть. А вот там уже, мне кажется, появилось рассечение над левым глазом. Йордан за попаданием. Но Йордан тоже там попал на автоматик. Опять рубка. Опять рубка. Да, рассечение есть. Комбинация джеб правый боковой. Может оказаться до Йордана роковой, а может и не оказаться. Павел Маликов никогда не считался заправским нокаутером, но удар у него есть. Я видел бои, где он побеждал нокаутом по печи. Это было здесь, в Кетербурге. Хорошее попадание от Павла. Выходи слева, слева, выходи по страму. Попал, хорошо попал, мне показалось. Маликов и так загрустил немножко индонезийца. Там был такой момент, очень показательный. Маликов провалил соперника и попал. Хорошо, хорошо. Попал Маликов. Заканчивается раунд. Опять дал Маликов, промахнулся Йордану. Ну что ж, неплохой раунд. Хороший поединок, все очень пока зрелище. Черт. Хороший поединок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот и Йордан огрызнулся хрюлевским ударом по корпусу Ну вот трубка здесь будет искать шансы от Дауд Йордан однозначно И постарается выбрасывать как можно больше ударов Так, ну это другой вид спорта ММА у нас будет попозже, не сегодня Так, по-моему, с Павлом Марикова снимает балл за бросок соперника Ну у Йордана появляется шанс в этом поединке И под одобрительный гул публики бойцы продолжают размениваться Мне кажется, нужно почаще выбрасывать вот этот, вот да, вот этот правый боковой Павлу Маликова Куда, в свечку Опять отличная двойная работа передней рукой от Павла Маликова Вот здесь пропускает апперкот Йордан Но говорит, мне мало, давай еще Вот смотрите, дал возможность Маликов прийти в себя Йордану И индонезинец пытается навыскать все пропущенное и упущенное Хороших два попадания снова от Павла Маликова И клинч Еще раз, поединок очень энергозатратный Шестой раунд, посмотрим, как себя будут чувствовать бойцы после экватора Но вот остается Маликов перед соперником Принимает в очередной раз эту рубку И снова открывается рассечение в районе левого глаза у Дауда Йордана Хорошо по корпусу Да, с акцентом на Маликова Правый по корпусу Ну вот да, мне кажется, здесь можно поработать контровиком Повстречать и главное не зависать перед соперником Ждем следующий раунд Субтитры создавал DimaTorzok Седьмой раунд перешел за экватор поединок Запланировано 12 Дауд Йордан Павел Маликов пойдет вперед Маликов работает вторым номером Вот так на джебе Не давать сопернику подойти поближе, чтобы тот отгружал свои комбинации В предыдущем раунде за подножку сняли бал с Павла Маликова Ну мы видели на повторе, что там и Дауд Йордан был не совсем святой Он тоже придерживал бил Провоцировал немножко эту ситуацию Да, спровоцировал Павла на подножку Без ударов подходит Йордан Но вот сейчас подошел и взрывается серия Не было на дауна Спасли Канад и Павла от падения Но нужно аккуратней Маликова Аккуратней в таких ситуациях И мне кажется появилось под правым глазом рассечение у Павла Маликова Ох, какие апперпоты сейчас скушал Павел Да, непростой поединок Ну, у Павла вообще бои такие драматичные Что с Берио, что с Дейки Канека был бой Что вот сейчас попадает Йордан Продолжает, несмотря на пропущенные удары, идти вперед индонезиец Да, но вот так вот пока сейчас кажется посвежее немножко выглядит Дауд Йордан Клинч Смотрите, не дотянулся Маликов И тут же наказывает его Серия из трех ударов Дауд Йордан Маликов, да, может быть стоит действительно побольше Бить по корпусу Опять он встает перед Йорданом Йордан продолжает наваливаться Так вперед идет он В нужный момент клинчует На дистанции Маликов бы поработать действительно На ногах на дистанции не рубиться может стоило Потому что Йордан, кроме как упереться и рубиться пока мало что может Да, он на этом настроен, видимо Большое количество ударов уже выброшено в поединке Наверное, если брать вообще все поединки, которые мы сегодня посмотрели Самый такой плотный по количеству выброшенных ударов был Да, у нас седьмой раунд, а бойцы уже обменялись огромным количеством ударов Попал и ушел, вот вариант Ловит сейчас несколькими ударами Да, попал Комбинация Дауд Йордан Ну и Маликов отгрузил отверхов под гон Ждем следующий раунд Субтитры сделал DimaTorzok Убирай голову с линии атаки постоянно Ребята, ведро в стул капан Восьмой раунд Восьмой раунд И так вот с таких двух крюков начинает их Павел Маликов и попадает Павел Маликов, Дауд Йордан Ну Йордан всегда был любителем такого силового бокса Что он и демонстрирует в Виксельмурге сегодня Павел Маликов пока не может отойти на ногах От Йордана не может разорвать дистанцию И приходится ему играть по правилам Индонезийца рубиться и пропускать эти удары Тяжелые причем удары Попадает Павел левым крюком Мало одного удара Слышим и подсказывают из угла Павлу Маликову Больше раскачивать корпусом, больше защищаться уклонами Ну вот левый боковой по корпусу от Маликова То, что от него требовали Хороший боковой справа вот здесь так на коротке Но вы смотрите, Йордан тут же отвечает Тут же, как только пропускает сразу Причем бьет не одиночные удары Старается работать с сериями Смотрите Ситуация не сильно меняется Йордан по корпусу слева достает Маликова И уже, по-моему, инициатором клича здесь является Павел Да, бой кость-кость на встречных курсах Опа! Тяжелый удар по туловище сейчас пропустил Это нокдаун, очень тяжелый нокдаун Возможно, даже и нокаут Нокаут! Вот так вот Один удар Там до сих пор Видим, как Павел Не может прийти в себя Ему очень больно Ох! 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 Поведили все сами, дорогие друзья Сейчас главное, чтобы Павел пришел в себя Наверное, для кого-то победа Но сейчас главное, чтобы пришел в себя Мы видим, что медики уже заходят в ринг Ждем официального отбрения победителя через какое-то время Ну а пока нам показывают лучшие моменты предыдущего раунда Павел Кида! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну вот сейчас на носилках Увезли с ринга Павла Маликова Буквально мимо нашей позиции Проехала специальная конструкция Без сомнений желаем, конечно же, скорейшего восстановления Скорейшего выздоровления Павлу Маликову Ну а в ринге остался победитель Даут Йордан Бой у него был очень тяжелый соперник Очень-очень достойный, но тем не менее Даут Йордан этот бой выиграл Выиграл заслуженно Мы его поздравляем с этой победой Ну и еще раз Павлу Маликову скорейшего восстановления и выздоровления А мы ждем объявления, официального объявления победителя В 54-й секунде 8-го раунда Побету нокаутом одержал и стал новым чемпионом WBO Интерконтиненталь А также претендентом на бой за титул чемпиона WBA Даут Йордан Еще раз наши поздравления Дауту Йордану И огромнейшее уважение Павлу Маликову И скорейшего восстановления и выздоровления Ну что ж, друзья Мы хотим сказать спасибо всем Без кого этот вечер бы не состоялся Организатор турнира МПА боксинг промоушен Генеральный продюсер Федор Муратов Исполнительный продюсер Глеб Бурганов Сергей Масальук Продакшн Тиликлуб с вами Смотрели И работали для вас этот вечер Ваши комментаторы Алексей Уралец и Тимур Залимов Всего доброго дорогие друзья До свидания до новых встреч Sekian dan terima kasih Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok